Позади меня прототип маленького электрического Volkswagen. Он называется ID.LIFE, но в зависимости от формы, возможно, будет называться ID.1 или ID.2. Планируется ID.1 в форме Polo и ID.2 в форме T-Cross, более похожий на внедорожник. Одна батарея емкостью 58 кВт-часов обеспечивает запас хода в 400 км. Модель ID.3 также доступна с более мощной батареей, но поскольку это более компактный автомобиль, он может достичь сопоставимых показателей с меньшей батареей. Здесь вы можете увидеть ретро-стиль, прямоугольная форма спереди и красивый большой ретро-логотип, подсвечивающийся спереди. Я не уверен, будет ли такая подсветка разрешена в Германии, и также не уверен, будет ли она разрешена в США. Но я полагаю, что будет. Как вы можете видеть, снаружи автомобиль не окрашен в традиционном понимании. Здесь используются деревянные гранулы для придания естественного цвета, поэтому краска содержит меньше химикатов. Так что никакой традиционной краски, чтобы сделать автомобиль еще более экологичным. Компания хочет улучшить экологичность еще больше. Мне нравится, что компания наконец-то выбрала ретро-дизайн. Я надеюсь, что он таким и останется, потому что ID.3 — это не совсем ретро-дизайн. Этот автомобиль стал еще более прямоугольным. Мне очень нравится, как выглядит дизайн спереди. Как вы думаете, нужно ли воплотить этот автомобиль в жизнь? Несомненно. Длина составляет 4 метра, 10 сантиметров. И вы можете видеть интересные задние крылья и само лакокрасочное покрытие. Этот новый подход мне по душе, потому что он кажется очень интересным. Кстати, крыша и верхняя передняя часть изготовлены из пластиковых бутылок, и они кажутся мягкими на ощупь. Я не уверен, что все это пойдет в производство. Да, возможно, будет откидная крыша или что-то еще интересное. Автомобиль очень короткий по общей длине, но внутри у него пространство, как у компактного автомобиля. Показатель разгона составляет около 6,9 секунды при мощности двигателя около 230 лошадиных сил. Но что интересно, до сих пор модульная электрическая платформа MEB оснащалась задним приводом. Однако этот автомобиль планируется с передним приводом, поэтому, конечно, я с нетерпением жду возможности испытать его. Когда он будет находиться на финальной стадии производства, еще более интересной является задняя часть, где такая же схема освещения, как и спереди, где имеется этот плавно интегрированный слой, а фары скрыты за ним. Это выглядит очень красиво. И тот же логотип Volkswagen, который мы видели в светлом оформлении спереди, присутствует в красном оформлении сзади. Ожидается, что максимальная скорость составит 180 км в час, но еще больше привлекает внимание цена. Ожидается, что эта модель появится на рынке в 2025 году по цене около 20 тысяч евро. И появление на рынке действительно доступного небольшого электромобиля от массового производителя, конечно же, изменило бы правила игры. Рассматривая интерьер сейчас, мы замечаем атмосферу гостиной в задней части, а также большое количество тканевых материалов или этих поверхностей из микрофибры, которые также не содержат животных материалов. Матовое дерево на ощупь, оно тоже очень приятное. Так что создается впечатление, что это гостиная, а также напольный коврик с высоким борсом. Напоминает Rolls-Royce. Кроме того, тематика этого единственного переработанного материала, повторное использование вещей, использование меньшего количества химикатов, также здесь приятная на ощупь ткань на внутренней стороне двери рядом с резистивными кнопками, например, для рычагов стеклоподъемников. Двери этого автомобиля полностью безрамные. Вы можете увидеть это прямо здесь. Я не уверен, что это пойдет в производство, это весьма интересный подход. И вы можете видеть на внутренней стороне дверей, что она не окрашена и проходит через внутреннюю часть, что является концепцией, которую мы редко видели раньше. В чем же проблема? Это белый структурированный автомобиль, который выглядит так, будто он сделан из керамики или чего-то подобного. Но для разнообразия, почему бы и нет? На мой взгляд, он выглядит весьма роскошно. Вот передний интерьер в комплекте с этим рулевым колесом, которое называется Ермо. Мы уже видели его в Тесла, и очень интересно, что Volkswagen тоже решила его использовать. Еще более интересным является эта проекция спереди. Это кинотеатр внутри, и вы можете сложить переднее сидение до упора, создавая атмосферу гостиной, или у вас может быть двухметровый салон. Или вы можете использовать его в качестве большого грузового отсека в другой версии, что предоставляет вам множество вариантов. Снова нижняя часть, на этот раз с кнопками паузы и воспроизведения для педалей. Мы уже видели это в концепт-каре ID.3, и это одновременно интересно и забавно. Так что в этом интерьере все сведено к самому необходимому, и я думаю, что такой подход очень интересный. Его можно использовать в качестве кинотеатра, или для подключения игровой консоли. Например, если у вас есть контроллеры. Итак, есть два очень важных аспекта этого автомобиля. Упрощение в отношении дизайна, что больше напоминает Тесла, а также начальная цена в 20 тысяч евро или долларов. Именно это станет решающим фактором. Конечно, это пока еще концепт-кар. Но если он приблизится к ID.2 или ID.1, я считаю, что это может стать переломным моментом на рынке электромобилей. А колеса имеют диаметр 20 дюймов, что довольно много для такого маленького автомобиля, но из-за выдающегося прямоугольного дизайна колеса не кажутся слишком крупными. Это привлекает внимание, поскольку это кабриолет, и если потянуть за эти молнии, то можно снять верх вручную, просто для удовольствия. И, кстати, здесь видно, что выступ, конечно же, можно убрать, и тогда приборная панель опустится, у вас будет проекционный дисплей. А посередине не будет информационно-развлекательной системы, только ваш смартфон. И да, это наводит на определенные размышления. Google Maps – лучший сервис в большинстве случаев, поэтому вы просто помещаете туда свой смартфон. Тратить миллиарды на информационно-развлекательные системы, которые работают медленнее, чем ваш смартфон, пустая трата денег. Это тоже минималистичная концепция, особенно когда убирается кинематографический экран. У Volkswagen уже есть два электромобиля на рынке, ID.3 и ID.4. Посмотрите эти обзоры.